Рекламно-информационная программа Культпоход Добрый день! Как вы уже поняли, в эфире программа Культпоход Вести её сегодня будут Светлана Занько и Николай Голиков Это я, то есть И сразу, перед тем, как расскажу, что это за программа и что Чтобы вы всё сразу поняли, скажу У нас в гостях кавер-группа Рандеву Ребята, начинайте Добрый день, господа Сейчас прозвучит песня «Пятница» С понедельника По пятницу Будто бы назад Время пятится Мы были нигде Плавали в мунной воде Различимы Едва В обстоятельства Я бы не увидел тебя Среди миллионов Прохожих Это мне не нравится И тебе не нравится Тоже Я бы не заметил тебя И прошёл бы мимо При встрече Если бы не пятница Если бы не пятница Вече Коля, ты знаешь, чья это композиция? Может быть, они вопрос такой будут задавать Я на всякий случай промолчу Представляю просто Это у нас не вся Не целиком вся кавер-группа Но у нас как бы два человека Такой акустический вариант Это Антон Юферев Антон, добрый день Добрый день Вы сейчас только голос Его прекрасно слышали Денис Патрушев Всем привет Гитарист говорит Всё отлично Обычно барабанщики молотеневые бывают Ну что, ребят Рассказывайте Откуда вы такие? Мы из города Кирова Давно вместе Мы играем с 2014 года То есть группа Хандыру создана Уже 4 года существует В следующем году у нас будет юбилей Так что Играем мы Популярную музыку Это такие поп-рок Ямляемся такими романтиками По сути Я поём песни о любви То есть как бы Кавер выбираете Такого определённого направления Да, больше связано С любовной тематикой С философской тематикой Романтика и философия Это как-то не совсем вместе Мне кажется У вас какое-то образование Профессиональное Профессиональное Ну мы все Имеем музыкальное образование То есть мы все Играли в музыкальных школах Кто-то закончил Кто-то нет Ну это не важно То есть как бы образование есть Да, конечно А так мы все, конечно Получали высшее образование Не связанное с музыкой Не связанное с музыкой Ну да, надо же Как-то работать нормально А вы как-то так С детства вместе Или откуда Компашка-то собралась? Наша группа Создана на базе того Что у нас в группе Три одноклассника Вот вы вот Одноклассники Вот как раз Вы как раз Иди одноклассники Да, мы одноклассники Антон Недавно присоединился Так что Знаем друг друга уже давно С самого детства Все знаем Какие моменты И умеем Находить общий язык Просто люди все творческие И так и бывает Кроме вас еще Вот двоих Кто в группе Стоит? В группе у нас На базе гитара Играет Алексей Ищин На ударных Александр Патьянов Это вот как раз Одноклассники Я так понял Ну да Как раз двоих Фактически да Антон А вот каким образом Прибились к этому коллективу? Может Антон скажет Я присоединился к ребятам Вот полгода назад То есть У нас Один участник группы Временно сейчас Не в составе Отсутствует Сужат в армии Отдает долг родине Это временно Или потом Еще неизвестно Это еще неизвестно Вот доживем Увидим Да Так Антон А раньше ты где-то пел Вот именно Да Я пел И работал И выступал Работал И как в караоке Так у меня Были выступления В различных клубах И кафешках города В клубах Кафешках В качестве кого? В качестве солиста Но в основном Пел как раз Популярные песни То есть Как бы еще Под фонограммку И поехал, да? Да, я привык работать До прихода В КР группу Рандеву Я обычно Занимался пением Под фонограмм Ну под минусовку Надеюсь Да Как то репертуар Выбирает у вас Вообще Выбираем мы Все сообща То есть у нас То есть это же Огромная такая Поляна музыкальная Да Конечно Выбрать довольно сложно То есть Кто-то придумывает Идею То есть Давайте играем Вот эту песню И начинаем ее обсуждать Если У нас есть золотая правила В том что Песня выбирается Только в том случае Если проголосовали Большинство За эту песню То есть Если два человека Сказали Два Да А два Сказали Нет Значит песня Не выбирается Только три к одному Ну вот Как то так И естественно Песни все Близкие к нам То что подходит Больше группе Это Если по стилю Загоняться Поп-рок Это группа Ну не знаю Звери Сприм Метро Би-2 Но в основном Русскоязычная В основном русскоязычная Но мы сейчас Благодаря Антону Переходим на англоязычные песни По чуть-чуть Добавляем Чтобы расширить Свою репертуар Сделать его более фирмовым Ну то есть все равно В любом случае Получается так Что вы Исполняете именно то Что вам близко Да Да конечно Самое крутое Когда люди Месяцами поют А они поют Только как правило Русскоязычные песни Я не знаю В определенном состоянии Поют любые песни Хоть на венгерском Хоть на любом Споют Но более душевно Получается все-таки Наш А сами не Пишите Песни мы сами Пишем И люди все Творческие Но До кавер-у-пранду Пока что Мы ничего не презентовали Если мы что-то сделаем Мы обязательно Выложим Мы люди такие Делаем Выкладываем Пока что Ничего не сделано Своим То есть Как бы Своих песен Под маркой Рандаву Вы не пускали Да Пока что После кавер-группы Чужие песни Народные песни Народные песни Да Не совсем Конечно Народные Скажем так Судя по тому Что вы исполнили Конечно Что-то добавишь Да Мне кажется Денис Сдал уже Исчерпывающую информацию По данному вопросу Ну смотрите Культ поход Сейчас все Конечно же Ждут с нетерпением Чтобы мы Напомнили Что культ поход Это еще и викторина Своеобразная И у нас сегодня Тоже безусловно Будут разыгрываться Различные призы Я просто подумал Света Что всему свое время А то они сейчас Прямо и начнут Мы пока о музыке говорим Я же новичок здесь Ты меня поправляй Пожалуйста Я сижу просто Со списком подарков Огромного И жду Когда видите Ты мне просто Регулируй меня тогда Про список подарков Мы чуть позже Пока все-таки поговорим Вы выступаете Обычно где Где вас можно услышать Выступаем мы на самых разных площадках Это и клубы И рестораны И кафе города Кирова Также мы выступаем Ездим по области Это Кирово-Чапецк Слободской Котельнич Вот тут у нас Скоро будет концерт Даже в Советске Также мы являемся Частыми гостями В республике Коми У нашей северной соседи Да Был и другой опыт Но вот это Наиболее частые площадки Это именно Кировская область И республика Коми Вот Антон Просто вот ближайшие дни Вот например Ближайшие дни Сейчас три выходных дня Нам предстоят Да Где вас можно было Увидеть Услышать Ну Или все на закрытых мероприятиях Из открытых концертов Да Из открытых концертов У нас будет выступление 12-го числа В кафе Кулинария Глобус Это который из них Это то кафе Которое находится Напротив филармонии На улице Ленина Да Потому что как бы Обычно музыканты Либо играют там Новоровского Потом здесь То есть вы будете на Ленина Во сколько С 12 часов дня 12 часов дня Это такой дневной Да Не так часто бывает Где еще Из кировских В ближайшее время У нас Не планируется У нас все забито Сейчас пора выпускных Пора корпоративов Свадьба Тут и день города И день молодежи Свадьба Они круглый год Тут как бы вопросов нет А вот Насчет выпускных Да Как раз сейчас самое время Востребованное На этих площадках Это очень актуально Сейчас Ну что замолчали Давайте споем Еще одну песенку Да Беспоем Как раз Повыпускной Споем Отлично Бьется сердцем Скорость Набирает Килогерц Сердце Разрывают Скоро 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 Я не скоро Светом По нулям Приборы По нулям приборы Просто такая Сильная любовь Ты еще не знаешь Просто такая Сильная любовь Просто такая Сильная любовь Ты еще не знаешь Ты еще не знаешь Просто такая Сильная любовь Теперь самое время Задать вопрос Который Наши гости Припасли Потому что Мне кажется Как раз Вот сейчас После этой песни Должен последовать Так Давай свет Все-таки Сделаем Во-первых Мы сейчас Прервемся с тобой Буквально на 40 секунд Песня связана С вопросом Я понимаю Да Мы прервемся на 40 секунд Вернемся в студию И уже начнем задавать вопросы Культпоход Мы продолжаем наш программ Культпоход Напоминаю Что у нас в гостях Сегодня кавер Группа Рендеву Антон Юфер Денис Патрушев Мы сейчас так послушали Прекрасную песню Я думаю Самое время огласить Собственно говоря Список призов Вы понимаете наши условия Знаете прекрасно наши условия Наш телефон 211-101 Вот наконец-то Я его произнес Мы будем задавать вопросы Будем давать правильные ответы И получать Либо пригласительные билеты Либо книги Ну в общем То что вам понравится На выставки В кинотеатры На концерты Поехали Список призов Драматический театр Сегодня 8 июня 18.00 Белая ночь Сентиментально-романтическая история Он прямо как нашего гостя Сентиментально-романтическая история В одном действии Поблизи Достоевского ограничения 12+. Светлана Продолжайте пожалуйста Спасибо Спасибо Так Премьера комедии Земля Эльзы Это тоже драматический театр 18 июня В 18 часов 16 плюс Театр на Спасской 22 июня Презентует премьеру Я вернусь Спектакль Я вернусь Это спектакль По материалам и стихам И песням О Великой Отечественной войне Ограничение 12 плюс 22 июня В 10-30 Понятно Почему именно в этот день Именно такой спектакль Будет в Тюзе Пригласитель на двух человек У нас есть Книги От магазина Читай-город Нашего постоянного партнера Я сразу напомню Что магазин Читай-город У нас расположены Либо на Преображенской улице Кому как удобно 65 это торговый центр театра Либо на улице Ленина 103 в торговом центре Крым Какие книжки у нас там сегодня Вот мой фаворит Я с него С этой книжки начну Это книжка Элизабет Блокберн И Элис Эпель Эффект теломер Революционный подход К более молодой Здоровой И долгой жизни Мне удивительно Что эта книга Все еще У нас Сохраняется В запасниках Потому что На самом деле Это классное совершенно И исследование И практические советы Для всех Кто хочет Не просто там Читая Там Бульварную Какую-то Прессу Получать Рецепты О здоровой И молодой Жизни Вот эта книга Предназначена Она конечно большая Но она правда Очень интересная Это серьезная Это серьезный Хороший труд Легко написанный Но дающий Все обоснования К тому что рекомендуется Книга Виктора Савиных Салют 7 Записка с мертвой станции Думаю даже объяснять Что это за книжка Это книга Документ Книга Дневник Дважды героя Советского Союза Летчик-космонавта СССР Нашего земляка Ограничение 16 плюс Недавно Кстати говоря По инициативе Губернатора Кировской области В космическом центре Праздновался Юбилей полета Виктора Петровича И вот здесь Кстати говоря По этой же книге Был написан сценарий К великолепному Совершенному Не совсем так Но как бы Материалы этой книги Использовали Ты ходил на этот фильм? Да Да Мы тоже ходили С Софией Есть еще Книга Евгения Никитина Семь жизней Максима Горького Изумительная книга Я ее почитал Немножко даже Вот Коля ее Очень хорошо знает Рекламирует Всегда Такой Просто мы все знаем Алексея Максимовича Горького Как такого пролетарского писателя Матерого Человечесей Глыбу Да Здесь это просто Живой человек Со всеми его историями Со всеми его там Слабостями Там и силой Чем-то еще Просто очень интересно Про него почитать На самом деле Уилл Швальбе Книжный клуб Конца жизни Такое может быть Даже немножко Пугающее название Но на самом деле История очень светлая Да Это очень светлая история Сюжет тяжелый Но книга очень светлая Сын и мать Мать умирающая От болезни Тяжелой От рака Проводит Последние Месяцы жизни Этой женщины Вместе Они читают книги И разговаривают о них Вот Это книжка 16 плюс Все наши книги Которые мы перечислили Тоже 16 плюс И что еще У нас есть билеты Билеты на любой фильм Совершенно любой фильм Сианский На театре Дружба Ресторан Гауди Завтра 9 июня 20.00 Группа Шейкера Два билета За барную стойку Ограничение 18 плюс Галерея Прогресса 0 плюс Ограничение Вятские Хватские Билеты на выставку Игоря Сметанина И Максима Наумова Билеты на выставку Коллекции искусства Галереи Прогресса Лучшие за 8 лет Ограничение 6 плюс Ну вот такой вот Довольно-таки серьезный У нас сегодня списочек Вопрос Да Поэтому наши гости Как всегда традиционный вопрос Напоминаю еще раз 211-101 Вопрос И ждем вашего ответа Дорогие слушатели Знаете ли вы Какая группа Выступит на театральной площади города В день города собственно 12 июня Да Отличный вопрос Я бы сейчас на него ответил Вот свою любимую книжку Но нельзя Кто начало программы слушал То тот понял Что композиция Этой группы Играла буквально Перед перерывом Перед перерывом Мы в наших новостях сообщали Кто выступит на театральной площади Посмотрим как внимательно Вы их слушаете Я думаю что очень внимательно Добрый день Добрый день Как вас зовут Наталья Наталья Добрый день Группа Звери Группа Звери Ответ совершенно правильный Я полагаю Да я не ошибся Да 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 Действительно группа Звери А вы любите Наталье эту группу? Ну хотелось бы Посмотреть Ну а кто же вам помешает Замечательно Это все эти площади Открытое вполне мероприятие Какой приз выбираете Наталья? Давайте в кино В кино В дружбу Хорошо Не кладите трубку Спасибо Да И вам наш продюсер пояснит Как забрать билеты Наталья наш постоянный слушатель Она уже по-моему Весь этот ритуал прекрасно знает Вычеркивает Вычеркиваете дружбу Да Ну что ребят Еще один задавайте У вас же двое Или у вас все вокалист задает Да Все вокалист задает Ага То есть голос его Вот он и задает Да Про какой день Поет в одной из своих песен Григорий Лепс Какой день Имеется тут день недели Или день вообще какой-то там Да Может вариант эпитет Самый худший день Самый нужный день Или самый лучший день Во Вот теперь уже вопрос Более понятия А то вдруг он понедельник Про какой Какой конкретно день Вот из перечисленных Не конкретно день А как характеризуется Этот день Да 211-101 Номер телефона прямого эфира Пожалуйста звоните Участвуйте В нашем культпоходе А вообще Лепса песни поете? Да Есть несколько песен В его репертуаре Его сложно исполнять Лепса скажите? Ну да Это один из самых сложных Он технически-то очень сложный парень Да Он поет с расщеплением И Очень разную динамику дает То есть Достаточно тяжело Перепевать его песни А ты вот пытаешься вот именно имитировать Там про его голоса? Ну я могу только Небольшую хреботцу дать А только хреботцу Это расщепление Так уже сложно От природы Давайте посмотрим Что нам даст сейчас наш слушатель 211-101 Алло Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Меня зовут Татьяна Татьяна Ваш ответ на вопрос Какой день О каком дне Как характеризует день О котором поет Господин Лепс В своей песне И сейчас нам Повторит Антон Три варианта ответа А я могу сказать А давайте Самый лучший день Да Это правильно Бинго Ответ правильный Так что выбираете Книгу Какую А вот это О молодом и здоровом образе жизни Правильно Совершенно правильно Эффект теломер Нобелевская премия По физике И по физиологии И медицине Так характеризуется Эта работа Которая изложена В этой книге Но популярным языком Я вас поздравляю Не кладите трубку Поговорите с нашим продуктом Я думаю что эта книга Поможет вам на самом деле Прожить долгую Счастливую и здоровую жизнь Так ну что Теперь значит Видимо мне уже Задавать вопрос Света Ты как всегда Вопрос не приготовила Да Что значит Как всегда Как в редкие случаи Моего ведения культпохода Мы с тобой уже Вторую неделю ведем культпоход А нет Точно Там-то и дело Тем более Что мне задачу такую Не поставили Ну понятно Тогда буду спрашивать я У меня как всегда Вопросы такие музыкальные И судя по моему возрасту Вопросы относятся А мне они очень нравятся Вот поэтому тебе Году к 60-му К 70-му Относятся Вот сейчас прозвучит фрагмент Песенки Под названием Солнечный день Такой старой Британской группы The Kings А потом я задам По этому поводу Вопросик Прошу Такой лентяй британский Да Солнечный денек Но вот Беда Настроение у него Очень поганое Дело в том Что я вам сейчас скажу Почему Точнее вы мне сейчас скажете Почему Я вам предложил Варианты ответа Пришел налоговый инспектор И отобрал у него Все имущество Первый вариант Ответа Второй вариант Его любимая Прихватила его тачку Сбежала И еще слухи распускает Что он пьяница И дебошир И третий вариант Заявилась его Толстая старая мамочка И вправила ему мозги Так что все аж заболело Вот что же с ним случилось Почему этим солнечным утром Герой этой песни Чувствует себя не очень хорошо Интересно Что все три Эти события Могут быть связаны Между собой Можно историю выстроить Можно выстроить историю Итак предлагаю Три варианта Что же испортило Настроение героя Этой песни Налоговый инспектор Сбежавшая любимая Или злобная Старая толстая мамочка 211-101 Номер телефона Прямого эфира У нас есть Слушатель на связи Добрый день Добрый день Как вас зовут Светлана Светлана Ну какова ваша версия Происходящего Ну я думала Что все таки Подруга Накосячила Подруга сбежала Да Прихватила тачку Да И всем рассказывает Что он пьяница Дебошир Правильный совершенно ответ Ну открою тайну Если бы вы сказали Про что-то другое Вы тоже угадались Понимаете С ним случилось Все вместе Все одновременно Все в один момент Все в один момент Я догадалась Он лежит на своей постельке В этот солнечный день Вспоминает Что где-то далеко У него есть яхта Но до которой надо добраться У него даже копейки Нет что Ну или там пенни Нет что У него добраться Вы правильно Свошиваете А мамочка как раз С другой целью К нему приходит И она его Немножко так сказать Пощипывает Светлана что выбираете Книгу Печальную но светлую Печальную но светлую Проживает свою историю Замечательно Очень красиво Изданная книга То есть вам она Очень понравится Книжный клуб конца жизни И несмотря на такой Как бы грустный сюжет Книга очень позитивная И светлая Поздравляем вас Ну что Мы продолжаем Розыгрыш наш тогда Да Так Так как у нас Гость отвечает Один за двоих Поэтому снова Итак слушатели Спойте песню Которая у вас Чаще всего Крутится в голове Которую вы Может быть Напеваете в душе Хороший 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 вопрос Итак Отличный совершенно Сейчас мы просим Вас звонить по телефону 211-101 И исполнить Напеть песню Напеть ту самую песню Которая у вас Просто в голове крутится А может просто в данный момент Вот знаете Бывает так Что он не отвязывается У меня был такой вопрос Томасу Андерсу Когда он приезжал в Киров Какую песню он напевает В душе Томас на секунду Буквально может быть Только задумался Сказал Нет Я в душе не пою 211-101 Кстати Света Понимаешь Что ты подсказала Мы до сих пор Не спросили у ребят Что они-то в душе Напевают Понимаешь Томаса Андерса спросили А вот у них почему-то нет Ну что это такое Вы поете в душе? Санте Да Я пою в душе Обычно это какие-то романсы Классические произведения То есть для души Если вот как раз Мне напоминает Великий фильм Вуди Алина Где итальянец в душе пел Паяци Паяци Он потом его в душе Выкатил на сцену Для исполнения Потому что он не мог петь Не в душе В итоге это очень Забавное Хорошее Вот мы сформировали Значит Расписание Просмотра фильмов На сегодняшний вечер Для себя Понятно В идеале Хорошо 211-101 Есть человек Который готов Исполнить Добрый день Здравствуйте Светлана Светлана Здравствуйте Вы всегда у нас поете Ну что Какая песня вас замучила? Я люблю детские Песни петь Под душем Пойте Под душем Что вы поете? Пой нам ветер Про тихие горы Про глубокие тайны морей Про тихие разговоры Про тихие просторы Про смелых И больших друзей Ура Уж не такая Это и детская песенка Все-таки Каким-то вполне взрослый Прекрасно Светлана Что вы выбираете? Земля Эльжи Драмтеатр Есть такое Есть такое У нас пригласительное На 18 июня 18.00 Роль премьера комедии Драматической Земля Эльзы Пожалуйста Не кладите трубку Поговорите с нашим продюсером Ограничение спектакля 16 плюс Ну я думаю Что мы уже перерыва Пока вопросов не будем задавать Да? Правильно? Правильно Тогда мы сделаем сейчас Перерывчик рекламный А потом вернемся Культ поход Мы продолжаем нашу программу В студии по-прежнему Светлана Занькова И Николая Голиков И в гостях у нас Опять же по-прежнему Антон Юферев И Денис Патрушев Это одна вторая 50% Кавер-группы Рандеву Ребята нам сегодня Уже так это хорошо Попели и вопросов Позадавали Слушайте Но ведь вы все-таки Не профессиональные артисты Да? То есть вы чем-то занимаетесь Свободное от музыки время? Мы занимаемся В основном музыкой И учимся А то есть учитесь? А где вот вы учитесь? Я единственный Кто сейчас на данный момент Учится А то есть мы учимся А я единственный Кто на данный момент Учится? Ну Антон был сейчас В академии В смысле? В академическом отпуске Но я все равно Это не вычитает Что ты учишься А что студент Просто в отпуске А ты где? Я в ВЭДГУ Магистратура Второй курс Историк Историк? Да Я в ВЭДГУ Аспирант философии Аспирант философии Вот почему у тебя Философия с романтикой связана Да Философия любви Философия музыки Ну философия Это вообще все Библия вещь И еще надо отметить Что и остальные участники группы Имеют достаточно интересное направление подготовки Бас-гитарист у нас тоже историк Он тоже магистрант? Нет Он только бакалавриат Бакалавриат Но у него все впереди Да Я думаю он нас догонит А барабанщик? А барабанщик имеет специальность Международное отношение Да Международное отношение Международное отношение Международное отношение Да Симпатичная интеллигентная группа Слушайте Я помню Вот я как-то задавал вопрос Вообще Вот знаешь про историю рок-н-ролла Да Вот я говорю Что знаете В группах помимо музыкантов Все умные люди встречались Да Так я на три вопроса И два наскреб Там один там астроном Один там физик Один там еще кто-то Все остальные Такие знаешь Что У вас в одной группе Сразу на четыре вопроса Вот ведь У вас интеллигентная такая командочка Не зря конечно Мы задаем такие вопросы То есть вы все-таки Свою жизнь связываете В дальнейшем с музыкой Или Это все-таки хобби Сложный вопрос Но музыка точно не хобби Это и не работа И не хобби Это смысл жизни То есть это то Что нас подпитывает Для какой-то еще дополнительной работы Либо она будет Музыка Дополнительная работа Как раз сказать сложно Для каждого У нас свои Приоритеты И ценности А у самой группы Какие-то перспективы есть Или вы об этом пока не думаете Вам хорошо Вот вместе играть И все Я как раз хотел спросить То есть у вас сейчас Вот такой хороший Такой период Вы живые концерты Живые концерты Но как бы Если уже говорить серьезно Вот я спрашивал Делаете ли вы свои вещи Собираетесь ли вы там Профессиональную запись выпустить Такую уже серьезную Презентовать Как положено Куда-нибудь может быть За пределы нашей страны Мысли такие есть Мысли такие есть Но мы не склонны Давать какие-то обещания Что мы в тот или иной срок Вот именно Так дело не про сроки Просто мысли есть Движение в эту сторону Какое-то есть Помимо мыслей Да Есть как раз Как только мы сделаем И сразу все выложим И дадим о себе знать И расскажет А вот смотрите Вы кавер-группа Называете сейчас Кавер-группа Рандеву Это очень модное На протяжении Последних нескольких лет Направление В России И в Кирове В самом кавер-групп Уже так Я не знаю Можно уже наверное Очень много Пальцы ног Наносить Штук 30 Штук 30 в Кирове И тогда Я вот Все еще Сейчас как раз Идет по поводу По поводу Группы Которую выбрали Для выступления На День города Идет обсуждение Такая дискуссия В интернете Кого хотели Кого пригласили Руки вверх лучше Или звери лучше Наши слушатели Говорят Что мы хотим Что-то типа Океана Эльза Извините Они не въездны По-моему Сейчас в России Или там Би-2 Или еще что-нибудь Такое Или там Много чего хотят Разного всякого Кто-то Юту Приглашает И прочее А кто-то говорит Что слушайте У нас в Кирове Что нет групп Что ли своих Почему нет Большого концерта На День города Который состоит Из нашей группы А кстати Кто на разогреве У зверей будет играть Не знаете Не в кустах А будет ли вообще Этот разогрев А хотя бы было бы круто Правда На разогреве Чтобы наши группы поиграли По традиции По идее Всегда в любом городе Выступает местная команда На разогреве Ну может послушать Наш эфир И пригласят Мы к этому же ведем Потому что я знаю Что где-то как-то Группа встречается Иногда даже Совместные концерты Такие сооружают Но давно в городе Не было Что хотя бы В течение летнего периода Большие были такие Концерты Всегда Вот раньше Летом Пока Олег Ткачев устраивал Вспомню У нас были всегда Фестивали прекрасные И в Халтуринском парке И на выезде Ну там В Александровском стаду Я имею ввиду Сейчас это к сожалению Оборвалось Группы есть А вот где-то взять И послушать Хотя бы чтобы понять Где мы живем Что происходит в этом мире У нас музыкальном Этого к сожалению нет Чего не хватает Кстати Вот город Может быть скажете Ну у нас есть Музыкальный фестиваль Акустика Акустика фест Который проходит Каждые полгода На стадион Ее родина Он проводился Да Когда привозили Би-2 Соответственно Был большой фестиваль Мы тоже принимали В нем активное участие И всегда мы Акустику поддерживаем То есть И А хотелось бы чего Вот в родном-то городе Чтобы Или не надо ничего Вам и так вот комфортно Играть по клубам И различным заведениям Ну мы стараемся Развивать Поднимать живую музыку То есть чтобы она не загибалась Чтобы не все диджей работали Чтобы еще немножко И живьемся Это была энергетика А кстати говоря В ВУЗе В институте Активно вот эта музыкальная культура Развивается У вас внутри Опорного нашего ВУЗа Много таких концертов проводится Да Походят Отчетники Отчетники бывают Студенческая Когда я учился в политехе На каждом факультете Была обязательно Своя бит-группа Так сказать Вот Соревновались тоже Любимая Британия Мы же понимаем Что огромное количество Групп вышли Из университетов Да Прежде всего Там Оксфордские Кембриджские И всякие разные Другие По Британии Это больше специалистов Основателей И прочее Действительно Давайте вопрос зададим Слушателям 211 А то они у нас заскучали Итак Следующий вопрос Продолжите пожалуйста Песню А не спеть ли мне Песню О чем О чем Не спеть ли Да А не спеть ли мне Песню Так и будем Кстати Надо сразу сказать 211-101 Что Антон Начнет фразу музыкальную А вы продолжите 211-101 Продолжите музыкальную фразу А не спеть ли мне Песню Тем более Что сегодня Это слово Много раз звучало Да И у нас есть Телефон И сам Да конечно Сразу же Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Андрей О Это же Андрей Жигаря Я тут выезжал В Екатеринбург На чемпионат России Почтение В слух Выиграл второе место Открой рот Да Вы взяли второе место Андрей Мы поздравляем Я вам потом анекдот Про второе место Расскажу А пока Заканчивайте песню А не спеть ли мне Песню О любви Да Ну конечно Когда бы Жигарин Неправильно Ответил А можно все-таки Пару слов Перед тем Как мы предоставим Вам возможность Сделать выбор Из наших призов Сегодня Большая ли конкуренция Была На конкурсе Сейчас в Екатеринбурге Да Там что-то около 15 городов По-моему было 15 городов Это финал Или полуфинал А Это уральский Да И еще другие Было еще 7 конференций Андрей А на федеральный Поедете уже теперь А уже все Он уже прошел А уже все прошло Да Да Первое место Взяла девушка Из Копейска Вот она На Красной площади Выступала 2 июня Точно Там еще Аглая Нет Она не на Красной площади Она у Пушкина Понятно Андрей Ну конкурент Кто были эти люди Которые составили Вам конкуренцию Ну там Из Челябинска Была замечательная Девушка Из По-моему Из Иркутска Снежинска Свердовска Ну Екатеринбурга И так далее В Екатеринбурге Это все проходило Вы сильные были конкуренты Да Очень сильные Кто вам понравился Особенно Ой Да практически Все Андрей А чем Вознаграждали Всех участников Конкурса Ну книгами Книгами Как всегда А вы От премии Ясная Поляна Мне подарили Целый пакет Большой книг Андрей А сегодня За правильный ответ Что хотите получить Ту же книгу Какую Про Горького О Моя любимая книга Андрей Ну что ж Я очень рад Что она попала В хорошие руки Спасибо И сегодня еще будет 20-летие Музея Хохряковых В 16 часов Вход свободный Вот приходите Юбилей будет Отлично Спасибо Спасибо Андрей Жигалин Фестиваль Открой рот Проходит ежегодно И в городе Кирове Его проводят Как раз наши коллеги Партнеры Галереи прогресса И Андрей Жигалин Абсолютно заслуженно Победил в этом году И прекрасно Достойно нас представил Второе место Во всем Урале Это замечательно Ну что Продолжим наши загадки Видимо Моя очередь Да и снова Маленький музыкальный Фрагментик Пожалуйста Эта песенка довольно-таки известна Но она была известна дважды Как были Многие считают Что это песенка группы The Who А Лимбискет ее перепел Многие считают наоборот Что это песенка группы Лимбискет А The Who ее перепели Понимаешь А есть еще такая версия Что они оба взяли И перепели старую песню Роя Орбисона Вот кто же правильно скажет Кто кого перепел Чья эта песня 211-101 Звоните У нас кстати Давайте я скажу Что осталась из книг Книга Виктора Савиных Салют 7 Записки с мертвой станции Есть билеты в драмтеатр На белые ночи И на спектакль Я вернусь Спектакль Я вернусь За Тюз Это Тюз Все верно Ресторан Гауди Галерея Прогресса Ресторан Гауди Группа Шейкера Да Совершенно верно Так А я пока повторю вопрос Мы потом еще побеседуем здесь Потому что судя по всему Я немножко людей озадачил Да Хотя вы Я думаю знаете правильный ответ Я думаю очень нетрудно Кто же Сочинил песенку Behind Bruteys Ее сочинила группа Лимбискет Ее сочинила группа Даху Или сочинили Сочинил ее Роя Орбисон Ну наконец-то у нас проснулся Слушатели Добрый день Здравствуйте Здравствуйте О класс Как тебя зовут Я зовут Алина Алина Ну давай попробуй ответить на вопрос Эту песню перепели Кто перепели А нет Кто написал Вопрос был такой Кто первоисточник Давай еще раз повторим варианты То есть эту песню Сочинила группа Лимбискет И эту песню сочинила группа The Who Или они обе перепели чужую песню Эту песню сочинила The Who Совершенно правильно Отлично Во Шикарно Да Эта песня с 71-го года Сочинил Pete Townshend Отличный вопрос Алина Молодец Что ты хочешь получить за свой правильный ответ А какие есть приглашения Да Алина Сколько тебе лет Скажи пожалуйста Мне 10 Вот в чем проблема То у нас взрослые Взрослые Получилась Программа Нет У нас есть в галерею прогресса Преклассное приглашение У нас есть для тебя действительно Галерея прогресса Там целых две выставки Сейчас идут Вятские и Хватские И коллекция искусства Галереи прогресса Ты бывала в галерее когда-нибудь Нет Ну бывала конечно Но Не на этих выставках Там очень прекрасно Интересная выставка Хочешь пойти Очень необычная Все прекрасно Молодец А ты говоришь У нас номер плюс тоже есть Я просто понимаю Что теперь видимо Книжки нужно будет сюда И с более низким ограничением По возрасту Представлять Ну что мы успеем Еще один вопросик задать Успеем Да Вперед Так слушатели Назовите самую популярную группу Из города Владивосток Вокалист которой Любит закатывать глаза И его манеру пения Сравнивают с котом Так Самая популярная В этом ответе Подсказка такая Самая популярная группа Из Владивосток Так А ты еще дальше подсказываешь 211-101 А вы кстати исполняете Песни этой группы Да А у тебя получается Вот этот Кошачий Я могу не забрать После того как отгадают Точно 211-101 Мы даже споем песню Как раз таки этой группы А давайте споем А давайте уже будем печь А потом если позвонят То мы поговорим Утекая В подворот Не нас ждет Маньяк Хочет нас Посадить На крючок Красавицы Уже решили Своих чар Машины в парк И все гангстеры Спят Остались Только мы На растерзании Парочка Простых И молодых Ребят Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Принимаем звонок от слушателя Да Добрый день Итак Группа Муми тролль Вы любите Группу Муми тролль Да Как вас зовут Сергей Сергей Отлично Что убираете Из наших призов Тюз Тюз 1 июня в 10.30. Что? Денис Патрушев, Антон Юферев, представители кавер-группы «Рандеву», ближайшее выступление. Где еще раз? Кафе «Кулинария Глобус», 12 число. 12.00. 12.00. Ограничение по вашему выступлению, какое по возрасту будет? Без ограничений. 0+. Можно здесь выпередать. Дневной концы. 0+. Прекрасно. Благодарим. Ребят, спасибо большое. Программа «Кульпарковый поход» завершена. Я просто неожиданно, Николай дал мне возможность. Я просто радуюсь, радуюсь. Спасибо, я поняла. Это Светлана Занькова и Николай Голиков. Мы сегодня провели вас в программу. До встречи в следующую пятницу. До свидания.